Друзья, перед началом этого видео я хотел бы вам напомнить, что 11 ноября стартует самая грандиозная распродажа этого года. И на ней будут представлены различные товары из совершенно различных категорий, вообще всевозможных, которые вы присматривали себе в течение года. И 11 числа самое время, чтобы все это купить с отличными скидками и используя множество купонов, которые вы можете собрать опять же в этом приложении уже сегодня и товары в корзину вы можете складывать уже сегодня, в любой из дней до прихода 11 ноября. Все эти товары вы сможете купить по выгодной цене, относительно той, которая есть сегодня и была целый год, таких дней как 11 числа в году больше не будет. Поэтому не теряйте время, переходите по ссылочке в описании, регистрируйтесь, если вы не зарегистрированы на сайте Алиэкспресс и делайте разумные покупки с выгодой. Вот, а теперь приступаем к видео. Друзья, всем привет, с вами снова Александр Тика и сегодня у нас на распаковке будут вот такие вот две посылочки. Это на самом деле у меня джойстики, геймпады так называемые. И нужны они для того, чтобы с большим удобством управлять в играх, например, вашим смартфоном, либо вашей какой-то медиа приставкой, либо какой-то игровой приставкой, которая позволяет подключить данные джойстики к ней. Итак, давайте сразу же откроем, начнем с вот этой большой коробки. Почему-то мне кажется, что основное находится именно в ней. И вот, убираем нож в сторону. У нас тут имеется какой-то чек, я не знаю, чек, не чек, Total Price. Указано, что всего две посылки в данной коробке. Вот так вот берем и извлекаем оттуда содержимое. Джойстик 1 и джойстик 2. Убираем в сторону пустую упаковку. Почему-то вот она такая, полуоткрытые пришли эти коробочки. Наверное, они незначительно были придавлены. Вот, смотрите, видно. Но будем надеяться, что внутри полностью все исправно у нас. Потому что, смотрите, как вы можете заметить, внутри у нас имеется вот такой вот, можно сказать, экзоскелет. И вот такой вот проводочек. Это у нас в джойстике номер 1. И будем надеяться, что такая же комплектация в джойстике номер 2. Как видите, они полностью идентичны. Заказал я их 2 не просто так, а для того, чтобы либо оставить себе оба и играть, например, в паре с кем-то. Все прекрасно нажимается. Кнопочки имеют хороший ход. Удобно лежит все в руке. Вот все вот эти кнопочки, триггеры, переключатели. Все прекрасно нажимается. Как я уже сказал, заказал я их 2 для того, чтобы либо оставить оба себе и играть в паре с кем-то, с гостями, приходящими ко мне. Либо там с женой, с ребенком, когда он будет в этом что-то уже понимать. Сейчас напомню, он очень маленький. Ему всего 2 годика. Для него, наверное, это пока рановато. Либо же я просто отвезу один из джойстиков к маме и буду пользоваться ими тогда, когда я буду приезжать к ней в гости. Либо когда сестра будет приезжать, она также будет пользоваться. Давайте сразу откроем вторую посылочку от этого же продавца и посмотрим, что в ней. Я заказывал с держателями данные джойстики. И вот именно держатели и пришли в отдельной упаковке к нам. Тут же находится вот такой адаптер для соединения с приставками. Итак, друзья, давайте рассмотрим поближе, что из себя представляет данное устройство. Это у нас вот такой вот геймпад с двумя рукоятками под обе руки. Имеются вот на нем вот такие вот аналоговые джойстики. Что имеется еще? Вот такая кнопка восьмипозиционная, которая в 8 различных сторон может нажиматься. Есть вот такие вот 4 триггера. Два из них кнопочных, два с плавным ходом. Очень удобные. Ложатся под пальцы прекрасно замечательно. Нажимаются очень мягко. Ничего не проскальзывает, не люфтит. Смотрите, монолит такой джойстик. Вот, есть кнопки включения, старт и выбор. Я не знаю, что они выбирают, пока не разбирались еще. Я, как и вы, впервые держу данное устройство в руках. И имеются вот такие вот кнопки, которые приводят к какому-то действию. Будь то игра, либо если... Смотря в каком режиме вы будете использовать данный джойстик. А теперь изначально давайте разберемся, как же подключить данное устройство к нашему телефону, скажем, или медиаприставке. Как нам это сделать? Как нам это сделать? Вот, кстати, смотрите, на коробочке тоже указано, что данный джойстик подключается и к планшетам, и к телефонам, и к ноутбукам, и к телевизорам. Ну, а тут ниже уже написано еще и смарт-боксом, и смарт-телевизором, и, опять же, телефоном, и планшетом. Все это переписано. Внутри у нас есть инструкция. Она у нас на китайском и английском языке. Вот, тут описано, кстати, все. Вы сможете понять сами из инструкции. Тут 4 режима подключения. Судя по всему, именно поэтому, вот здесь, вот, на джойстике указаны вот такие цифры 1, 2, 3, 4. То есть, судя по всему, там есть светодиоды, вот, которые будут сигнализировать о том, какой из режимов в данный момент включен. Но изначально хотелось бы подключить данный джойстик к нашему мобильному телефону. Вот, для этого, собственно, мы заходим в раздел Bluetooth на нашем телефоне. И, судя по инструкции, нам нужно зажать на 5 секунд кнопочку Gen Game. Мы делаем это. И обновляем доступные устройства. То есть, надо сделать не просто зажав, а зажав один из режимов, например. Мы зажимаем. Начинает быстро-быстро мигать. И в этот момент, я думаю, мы сможем найти наше новое устройство. Вот, смотрите, нашло геймпад. Выбираем его. Все, геймпад подключен. Смотрите. У нас переключаются режимы, доступные для телефона нашего. И теперь давайте попробуем установить, собственно, телефон на джойстик. Для этого берем вот этот держатель, который был у нас в комплекте. Как же он одевается? Достаточно легко все это происходит. Оделось. Смотрите, есть вот ход. Для различных телефонов подойдет данный держатель. У меня телефон 5,5 дюймов. И вполне себе несложно он сюда установился. Теперь же давайте, ребятки, я включу данный телефон. Выйдем отсюда и посмотрим, какие режимы нам доступны. Вот, смотрите, сейчас у нас работает в режиме мышки, я так понимаю. Смотрите, один джойстик плавно регулирует мышку, второй джойстик очень быстро. Ну, то есть, это, я думаю, удобно. К действию призывается вот левой кнопкой мышки. Ну, собственно, как и в обычной мышке. Как назад выйти? Так, это у нас громкость тише, громкость громче. Вот, это у нас, судя по всему, выход в главное меню. Ну, вот как-то так. Переключим. Вот, и это у нас включился игровой режим. Теперь нам нужно зайти в игру. У нас это будет, например, Asphalt 8. Смотрим, как это все будет работать. Смотрите, правый джойстик у нас за езду вперед-назад, а левый джойстик у нас слева-право. Левые триггеры у нас отвечают за тормоз, как видите. А правые, скорее всего, отвечают за... Не знаю, за что они отвечают. Я еще не разобрался. Ну, в общем, суть вы поняли. Джойстик работает, заменяя все встроенные функции вашего телефона, которыми раньше вы пользовались без джойстика. Управлять довольно удобно, я вам скажу. Ну, как бы я не особо-то играл до этого момента. Сейчас, может быть, что-то поменяется. Я не знаю. Я брал, на самом деле, в качестве вспомогательного устройства для медиаприставки. И сейчас мы попробуем с вами еще и как на медиаприставке все это работает. Ну, кстати, очень удобно. Мне нравится. Вполне возможно, я теперь буду играть и на телефоне. И, может быть, даже один я навсегда подключу к приставке, а второй будет у меня в качестве развлечений для телефона лежать. Вот, смотрите, сразу в прямом эфире и придумал новый сценарий использования второго джойстика. Ну, я, к сожалению, занимаю не лидирующее место в данной игре, потому что, как я уже говорил ранее, я не особо-то увлекался играми до сегодняшнего дня. Но, тем не менее, смотрите, ехать получается очень удобно и управлять довольно качественно. На телефоне для того, чтобы управлять, вам приходилось постоянно поворачивать ваш телефон непосредственно в руках физически. Здесь же этого не требуется. Здесь вы руки можете держать в статичном положении, поворачивая лишь джойстики, вот эти вот кнопочки на геймпаде. Ну, в общем, ребятки, как видите, вот он финиш. Ну, и давайте, давайте выйдем. Смотрите, мы переключаем и теперь мы можем выйти вот на рабочий стол при помощи одного лишь этого джойстика. Очень удобно. И теперь давайте попробуем подключить его к нашей приставочке. Итак, друзья, давайте подключим теперь наш джойстик к нашей ТВ-приставке. Для этого переходим в раздел настройки. Опускаемся вниз. Вот, и здесь мы видим вот пульт и аксессуары. Такой раздел, как добавить устройство. Нажимаем добавить устройство. И в это время нам нужно на нашем джойстике зажать кнопку GenGame и кнопку X. Смотрите, замигало. И теперь на телевизоре, на ТВ-приставке должно будет обнаружить, собственно, наш джойстик. Может быть, я что-то не так сделал. Давайте попробуем выйти. И теперь, когда уже мигает, сейчас поискать. Как видите, всё мигает. Вот, как видите, нашло джойстик. Берём и подключаем. Вот, смотрите, перестало мигать и включилось в каком-то определённом режиме. По сути, сейчас режимы должны будут переключаться. Переключается. Два режима у нас есть. Смотрите. Один режим у нас вот такой вот. Просто работает как джойстик изначально. И второй режим у нас уже работает как мышка. Кому как удобнее будет пользоваться, выбирайте сами. Подтверждать кнопками вот этими, которые находятся сверху. Как видите, всё работает. Смотрите, кнопочки же у нас работают. Тише, громче. Кнопка старт выводит нас на стартовое меню. Итак, ребятки, я установил игры. Ну, давайте вот какую-то игру. Я, на самом деле, их ещё не открыл даже. Поэтому будем вот впервые пользоваться. Посмотрим, что за игра. Как в неё играть. Нажмите кнопочку А. Вот мы нажали кнопку А. Играть. Так, давайте сделаем погромче. Может быть, там какие-то комментарии будут. Смотрите, добро пожаловать, ра-та-та. Нажимаем всё по инструкции. Левый джойстик. Это контроллер управления. Ускоряйтесь при помощи правой боковой. Правая боковая, это у нас вот эта кнопочка. Всё ясно. Давайте пробовать. Вот, смотрите. Всё едет, всё управляется. Ездок, я вам уже говорил, никудышный. Но, тем не менее, смотрите, всё работает. Итак, ребятки, давайте подытожим. Скорее всего, оба джойстика я оставлю себе. Никуда не буду отвозить. Никому не буду продавать. Джойстики отличные. Они оба работают совершенно отлично. Один из них я подключал к телефону, как вы видели. Второй из них я подключал к медиаприставке. Оба варианта подключения работают прекрасно. Подключается всё без проблем. Очень быстро, качественно. И играть одно удовольствие. Это намного удобнее, чем просто тыкать по экрану. Тут у вас каждая кнопка отвечает за своё действие. Также мне очень нравится, что кнопочки все отзывчивые. Не люфтят, не скрипят. Каждая чётко выполняет свою функцию. Вот. Также я вам не говорил, но одного заряда батареи хватает практически на 20 часов работы джойстика. Это, я считаю, очень неплохой показатель, неплохой результат. Поэтому я думаю, что за такую цену более лучшего устройства вы вряд ли сможете найти. До этого у меня никогда не было геймпадов. Я, кстати, абсолютно не знал, как их настраивать. Но прям вот при вас, можно сказать, в онлайн режиме, я впервые настраивал. Как видите, это не очень уж и сложно. Заряжаются наши джойстики от вот такого штатного кабеля. Это USB, microUSB. Зарядного блока тут нет. Но вы сможете всегда зарядить от вашего ноутбука, компьютера, от зарядки мобильного телефона. Неважно от чего. Собственно, у себя в доме вы всегда найдёте то, от чего можно зарядить данные устройства. Вот эти вот дополнительные донглы, они называются, нужны для того, чтобы сконнектить ваш джойстик с устройствами, у которых нет встроенного Bluetooth. То есть, допустим, с компьютером, либо с медиаприставками, в которых нет Bluetooth. Вы подключаете, собственно, вот этот Bluetooth-адаптер к вашему устройству и настраиваете его точно так же, как это делал я на тех устройствах, в которых есть Bluetooth. Напомню, подключал я наши джойстики к моему мобильному телефону и к медиаприставке, которая называется Mecool M8S Pro L. Обзор на которую также есть на моём канале. Если вам интересно, обязательно посмотрите. Я также рекомендую вам подписаться на мой канал, чтобы не пропускать все дальнейшие новые выпуски. Также, ребятки, хочу вам напомнить, что можно значительно сэкономить при покупке ваших любых устройств, пользуясь кэшбэк-сервисом. Так же, как это сделал я, когда покупал данные джойстики. Поэтому ссылочка под видео покажет вам, куда перейти, чтобы установить себе кэшбэк-сервис и расширение от него для экономии ваших денежных средств. В общем, вот такой сегодня получился выпуск. Надеюсь, вам было интересно и полезно. Ну, а с вами был, как всегда, Александр Тика. До скорых встреч. Пока-пока.